Дорогие друзья, приветствую вас на канале Ланар. Посевная для сезона 2021 у меня в этом году началась достаточно рано, в начале декабря. И сейчас уже можно подвести какие-то промежуточные итоги. Так, ну в общем, кому интересно, оставайтесь со мной. Сейчас я вам все покажу, что у меня взошло, что еще не взошло, на что есть надежды, на что вообще еще нет. Ну и потом еще расскажу о планах посевной до конца декабря. Что еще я буду сеять. Так, и так, с чего же начну? Ну, начну по порядку с того, как я вот начинала сеять, что я посеяла. Это было первое посево 7 декабря. Так, а 7 декабря я сеяла бегонию различную здесь и профессиональные семена у меня, и вот семена из, покупные из магазинов, ну, кстати, они там тоже профессиональные семена. И сеяла еще два вида земляники. Это баронца лимахер и земляничка вот такая красная, но она с темно-розовыми цветочками. Так, что касается бегонии. Так, из бегонии не взошли еще вот ни одно семечко. Это профессиональные семена, кстати, они от разных магазинов, но ни там, ни там ничего не взошло. Это Америка Гибрид, Пикоти, Лейс Априкот. И не взошло еще ни одного семечка. Шансон от Ганечкиной, ампельная, махровая бегония. А вот эти вот сокатовские семена, пакетики, да? Фирма Соката, профессиональные семена, они тоже были гранулированные. Они взошли, все взошли. Здесь по четыре штучки их было. И все четыре вот на данный момент взошли. И так они сейчас выглядят. Но бегонии это туго думы, поэтому особо на многое я и не рассчитываю. И поэтому посадила их так рано, но пока они там раскачаются еще. То есть вот с седьмого я их посеяла. И в принципе они начали всходить уже где-то там числа 13-го, 14-го. Ну вот на сегодняшний момент практически все, по-моему, все, да, проклюнулись они. Амбассадор, вот который справа получше. Сенатор беленький, похоже, но тем не менее. Тем не менее, они все-таки про теперь. Теперь, что касается земляники. Земляники, значит, от Садов России у меня семена были. Здесь 0,2 грамма. И вообще это оказалось очень много. Здесь от магазина Питунец это всего три штучки у меня было. Значит, вот эти вот гибридные три штуки. Вот они все тоже взошли, эти землянички. Начали они всходить уже, в принципе, где-то числа 10-го, 11-го. Так вот потихонечку какая-то одна взошла потом. Но вот на сегодняшний момент они выглядят вот таким образом. Так, что касается вот этой вот Баронца Лемахер, то тоже она начала, ну так достаточно уже даже много взошла. Я просто не ожидала, что ее будет так много в таком количестве граммов. Пришлось посеять вот две плошечки. Вот эта у меня еще упала. Но, тем не менее, выжила. Прорастает. Если они тут все прорастут, я не знаю, что я с ней буду делать в таком количестве. Я думала, она плохо растет, но вот это более-менее. Так что пока стоят они у меня вот под такими, ну такими мини-парничками своими. Вроде бы их такое состояние устраивает. Так, что дальше, какие у меня посевы были. Пипина я тоже седьмого числа посеяла, но там пока тишина и покой. Ничего нету. Такой а-ля фрукт непонятно какой для меня. Но пока тихо, тихо, тихо. Вот тут три семечки, нет, но в общем Пипина пока еще думает, расти ему или не расти. И так, дальше у меня была тут целая группа посева дельфиниумов. У меня были вот такие вот профессиональные пакетики новозеландских дельфиниумов. И вот просто я еще кучку тут купила всяких. Думаю, но все равно я буду заниматься ими. И вот прикупила в магазине. В Ашане и в Абим. Значит, вот эти у меня стояли на стратификации две недели. Ну вот до сегодняшнего дня пока тишина, ничего не проросло. Эти же, вот эти вот, я не стратифицировала по той вот этой вот методичке, которая прилагается к этим семенам с сайта на delfinium.com. Вот, там написано просто выращивать при температуре 18-24 градуса, но тоже пока тишина. Поэтому с дельфинами пока глухо, ничего нет. 10-го числа я сеяла пеларгонии. Пеларгонии, как вот не свежие семена, все достаточно таким, какой-то 18-й год, какой-то 19-й год. Вот, и всходят они, в принципе, по-разному, но тем не менее практически все взошли. Сажала я их вот так по двум ложкам. Результаты вот такие. Значит, можно сказать, вот 1-2, да. И следующие у меня идут. Здесь это 3-4. Вот. Лучше всего маверик. Вот и зашла, несмотря на то, что это 19-го года тоже семена. Но здесь стоит срок годности, в общем-то, до 23-го года. Беленькая тоже начинает там уже прорастать, вот эта беленькая бланка. Что касается вот этих двух, то они похуже прорастают, но ярко. Вот сорт, вот тут практически проросла тоже. А вот эта вот пока не тронено. Тишина и покой. Итка какая-то такая, она цвета такого, салман какого-то даже больше коралловая. Вот. Пока она тоже. Но я думаю, что она еще подумает, подумает и все-таки решит, что ей надо расти за компанию. Тут хотя бы парочки. Вот. Так что пеларгония вот с 10-го числа, 10-го числа посева выглядит сейчас вот так. Так, следующие у нас что? Так, 11-го декабря я посею, вернее, все замочила, замочила вот эти вот томатики. Этот вишневый поцелуй можно выращивать, я так понимаю, в кашпо. Вот этим он меня заинтересовал. Он низкорослый, до 25 сантиметров. Скороспелый, созревает за 48 дней. И я еще, почему его решила сейчас пораньше посадить, я хочу собрать с него еще пасынки и, может быть, пасынки укоренить. Не знаю. Ну, вот этот тоже низкорослый считается томатик. Но у него высота 45 сантиметров, поэтому, ну, может быть, конечно, где-то в балконных ящиках его и можно выращивать, но думаю, что он для кашпо не очень подойдет вот в подвесных. А вот этот меня прям очень заинтересовал. И проращиваю я просто вот на дисках их, на самом деле, значит, вишневый поцелуй пророс. Тут три семечки всего. Знаете, нас тут они, агрофирмы-то эти, не очень-то балуют. Он пророс. И я его сегодня пересажу уже в землю. А тотем, тотем вообще пока вот только набух. Но я его тоже сегодня уже в землю посажу, не буду ждать. Посажу вот в эти же коробочки их. Пусть они у меня уже растут. Так, ну, это вот что касается вот томатик. Следующий у меня тут вот 12-го, 12-го. Это у меня тут целая посевная была петуни. Петуни я посеяла по два семечки. Все тайдалы. Пять штук у меня разновидностей. Оперы. Некоторые штучки я посеяла. Новинки там в основном у меня. Оперы, новинки Изи. Шок тоже новиночка. И Бакопа. Бакопа. Тут, наверное, вот они тут у меня крайние. Две штучки, наверное, мультигранулы еще. Ну, что я хочу сказать. Что-то всходит. Что-то еще вот с 12-го числа. Сегодня уже 18-е. Что-то еще не зашло. Но я, знаете, что думаю, еще они просто упали вот туда вглубь. И они постепенно будут прорастать. Я первый раз вот сею петунию вот в эти вот таблетки. Честно говоря, мне не очень нравятся. Потому что обычно я сею их вот в такие вот лоточки. Вот как в пеларгоне. По пять штучек я вот здесь их высеваю. И это очень удобно мне. Сначала они растут вот прикрытыми. Вот так крышечками, как обычно. А потом я делаю им такую двойную крышку. Из такого же контейнера. Так, сейчас я вам покажу. Вот так вот ставится крышечка. Вот. Очень удобно. И там они растут еще до... То есть высота очень приличная. Растут они там достаточно долго в итоге получается. Вот здесь с одной стороны проклеиваю скотчем. И вот так вот их открываю, проветриваю, закрываю. В общем-то все очень удобно. Так вот. А что касается посевов таблетки. То вот эти вот торфа таблетки. Это, конечно, не джифи. Это какие-то более там наши какие-то таблетки. Но сам факт, что здесь получается при поливе очень такие... Ну, хотя я вот когда сеяла, я, конечно, вот делала углубленецы такие. Старалась придавить более ровную, сделать поверхность. Чтобы не проваливалась туда уже эта гранулка, семечка. Когда гранула так растворяется. Но, тем не менее, вот где-то их все равно туда затянуло. Потому что рыхлый вот этот торф. Как сказать, бугристый такой. И вот в эти вот лунки туда все проваливается. Но я думаю, что все взойдет здесь. Но как-то я не очень переживаю. Тем более у меня еще остались... Это же я по два, только семечек села. У меня остались еще семечки. Так что с петунией все нормально. 13-го, но почти неделю тому назад, я сеяла вот профессиональные семена гейхеры и лаванду. Значит, что касается гейхеры, тут вообще тишина. Пока вообще ничего нигде не видно, не слышно. Значит, что касается лаванды. Лаванда. Лаванда вот такой сорт. Бандера Дип Роуз. Лаванда испанская. Значит, силы я ее без всякой там стратификации. 13-го декабря. И вот начинают постепенно уже появляться здесь всходики. Ну, достаточно быстро. 5 штук здесь. Но пока только одно семечко появилось. Ну, думаю, что скоро и другие начнут проклевываться. Так что вот лавандочка вот такая вот. Постепенно тоже начинает прорастать. Теперь вот о посадках, планированных моих. До конца декабря я еще хочу посеять гелиотроп. Первый раз буду сеять, понятия не имею. Поэтому вот решила посеять пораньше. Посмотреть, что и как. Так, тут в граммах все это измеряется. Ну, посмотрела, кто сеял. Говорит, достаточно капризная штукенция. Маленький процент всходов. Ну, ладно, для знакомства мне хватит пакетика. И вот юку. Юку буду тоже сеять. Взяла юке 2 пакетика. Потому что здесь написано уже вот по 3 штучки. То есть 3 штучки. И взяла на всякий случай 2 пакетика. То есть 6 семечек всего буду сеять. Ну, здесь на картинке она варигатная форма. Но я думаю, что здесь обычная с зелеными листьями. Красивое очень растение. У нас оно нормально зимует. Ну, укрывать надо, конечно. Но зимует. В этом сезоне очень красиво цвело у меня у приятельницы. Вот я решила заморочиться. Тоже попробую посеять. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, из профессиональных семян у меня еще вот. Я посею тут. У меня их по 3 какие-то штуки. Каких-то побольше. Это ампельный львиный зев. Но я буду сеять, наверное, ну, может пока по одной штучке. Здесь вот у меня их побольше. По одной, может быть, по 2 каких-то штуки. Хотя, не знаю. Я хочу их начеренковать. Очень красивый цветок. Не хуже петунии. А по устойчивости, так мне кажется, лучше цветет до самых заморозков. Поэтому вот посею пораньше. Так. Это мой эксперимент посева седумом. Не знаю, как я его тут буду сеять. 2 седума у меня вот здесь ложного. Какой-то уссурийский. Summer Glory. В общем, 2 седума. Из многолетников 3 вида шалфея. Тоже вот до конца декабря хочу посеять. И вот 2 варианта котовника у меня еще. Вот. Так что вот эти семена буду сеять тоже до конца декабря. Ну, а на сегодня это все. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал лайками и комментариями. Кому нравится цветочная, садовая, дачная тематика, приглашаю подписаться на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. До новых встреч, друзья!